Всем привет! Это канал Аградвиж. Меня зовут Атажанов Тимур и уже две недели, как я не выпускал новое видео. Сейчас лето, жаркая пора, работы очень много и сегодня у нас будет видеоролик за 2-3 дня до высадки второго оборота. Высадки растений томата на постоянное место. Сейчас пройдем по теплице, где находится рассада, посмотрим на состояние растений, посмотрим на состояние корневой системы. Также пройду в теплицу, покажу, что мы там сделали, как мы завершили первый брод выращивания, что после него сделали. И также необходимо обсудить, чем обработать, чтобы подготовить растения томата в рассадном отделении для успешной пересадки на постоянное место и помочь растениям на начальных этапах роста в теплице на постоянном месте, опять же. Рассада томата для второго оборота. Уже надземная масса готова, осталось дождаться корневой системы. Корневая еще два дня и необходима, чтобы во время пересадки не рассыпалась. У нас осталось несколько дней до пересадки томата в теплице на постоянное место для второго оборота выращивания. Необходимо для пересадки на постоянное место рассады ее подготовить, пока это будет менее затратно в рассадном отделении, когда объем корневой, видно, да, в стаканчиках. Здесь сейчас в стаканчиках не такой большой, как на постоянном месте выращивания. Необходимо защитить корневую систему и растения от корневых заболеваний, пролить фунгицидом топсин, фундазол или превикур, ну какой-нибудь фунгицид от корневых заболеваний. Также внести в полив, вместе с поливом инсектицид, что-то похожее на актару, чтобы защитить растения, пропитать полностью. Так, сейчас большой активный лед цикадки. Цикадки, и она является разносчиком вирусных заболеваний. Чтобы у нас на растении не появился столбур, необходимо проливать инсектицидом. И также это необходимо делать, особенно тем, кто выращивает, возделывает культуру, вернее, опыляет с помощью шмелей. Так, потом уже в теплице, на постоянном месте, применение шмелей, применение инсектицидом очень будет ограничено. Так что заблаговременно готовим культуру. Так, у нас пошел дождь, в 5 часов вечера, это, конечно, не очень хорошо для рассады, которая находится под открытым небом. Так, поступает вода, чистая, с низким ЕС, то есть вообще с нулевым. Это стимулирует развитие, выгонку надземной массы, вегетативной. Нам необходимо сдержать растения, чтобы развить корневую систему. Так, надземная масса уже нас устраивает. Осталось получить только корневую систему хорошую. Сейчас у нас идет дождь. Надеюсь, в теплице будет слышно, чтобы договорить. Мы убрали уже, как видно, все растительные остатки. Вынесли растения, плоды, которые оставались в теплице. Это необходимо делать, это очень важная операция. Так, севооборота нет. Томат по томату. И чтобы во избежание накоплению в родителей болезни, необходимо удалять все растительные остатки. Почву мы уже обработали. Обработали мотоблоком. Фреза прошла. Вот такую глубину. Сейчас покажу, надеюсь, будет видно. Вот такая очень рыхлая почва. Корешки пооставались. И уже мы прошли плужкой. И сделали разметку под будущие ряды. Немножко изменю схему посадки. У нас теперь будет одинарный ряд с краю. Здесь будет двойной, ну, здесь будет один ряд тоже. Один, один и один. У нас будет четыре. Раз, два, три, четыре, шесть одинарных рядов. Но в четырех рядах, которые посередине, вот этот, второй, третий, четвертый, будут в два раза огущенных растений томата. И потом будем разводить их на две проволоки. Сейчас покажу. Вот один ряд будет расти. На нем будет две капельных ленты. И вот одна проволока. Вот она идет. И вот вторая проволока. То есть, V-образно, V-образно будем разводить растения томата. И поливать с двух сторон двумя капельными лентами. Для того, чтобы корень развивался в обе стороны. Когда применяем одну, видно, что корень развивается только в одну сторону. В сторону капельной ленты. И в период, когда выходит активное солнце, однобокая корневая система не справляется с задачей, чтобы напоить растения водой. Остались желтые ловушки с первого оборота. Через три дня в эти теплицы будем высаживать рассаду, которая сейчас находится под открытым небом. А через где-то неделю, десять дней будем высаживать ту, которая в стаканчиках. Она еще может постоять. И там у нас просто теплицы заняты под рассадой для открытого грунта. Так, ну на этом все. Это был краткий обзор перед вторым оборотом за несколько дней до высадки растений томата. Мы увидели, как чувствуют себя растения, как в каком сейчас состоянии теплицы. Также хотел добавить, внизу под этим видеороликом будет ссылка на Viber в группу Агродвиж. Есть группа в Viber, называется Агродвиж. Там я и еще человек 200 единомышленников, тех, кто интересуется агрономией. И также будут еще под видео ссылки на мою страницу Facebook, Instagram. Кому понравилось это видео, или просто кому интересно, что происходит, будет происходить сейчас или будет происходить дальше, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео, кто как высаживает томат или вообще растения. Может что-то делать лучше, может быть кто-то делает еще лучше. Активнее будем участвовать. Возможно будет у меня больше времени, буду чаще делать видео. Это видео, конечно, у нас вышло уже две недели, у меня был перерыв. Ну, извиняюсь, лето, пора такая, загрузка большая. По мере возможности буду выпускать видео. Все, всем удачи, до новых встреч. Подписывайтесь на канал.